всем здравствуйте в этом видеоуроке мы начнем разбивать нашу верстку на компоненты ангуляра зайдите на github по ссылке здесь в папочке layout lesson 1 лежит верстка скачать эту верстку себе на себе локально на локальный диск я перейду сейчас в эту верстку lesson 1 откройте здесь консоль и просто следуйте инструкциям которые описаны на гитхабе то есть npm install чтобы подгрузить сюда ноут модульс у меня уже он подгружен npm install global галп установить галп если его у вас нету и запустить галп после запуска если я удалю вот эту вот папочку после запуска галпа у вас должна появиться папочка билд и внутри этой папочки как раз таки наша верстка это консоль мне уже не понадобится я ее закрываю и могу перейти вот сюда индекс html и так обратите внимание у нас есть вот такой вот сайт он здесь разбит на несколько компонентов если посмотреть внимательно то вот допустим вот эта карточка является компонентом вот этот фильтр тоже может являться компонентом в нашем случае компоненты будут располагаться следующим образом то есть у нас есть допустим вот такая страница главная страница и один большой компонент то есть главный компонент материнский или до или родительский компонент внутри него например есть компонент фильтра чуть ниже у нас есть компоненты вот этих карточек наших также отдельно есть компонент меню но он на всех страницах допустим если мы с вами перейдем карточку нашей акции то здесь можно увидеть также три компонента то есть сама карта и допустим описание отдельный компонент и комментарии принципе определить компоненты легко по теням то есть я их выделил здесь тенями получается следующим образом да то есть у нас еще один компонент страница вот такая вот далее у нас один маленький компонент карты здесь описание а тут комментарии то есть по такому принципу мы будем делать все наши страницы то есть у нас будет компонент страница то есть такой компонент page и внутри этого компонента маленькие дочерние компоненты давайте перейдем в папочку откроете lesson 3 здесь допустим командную консоль для начала установим все зависимости install npm install можно просто и так у меня установили все зависимости я закрою этот ненужную вкладку так давайте запустим то что получилось итак наше приложение открылось оставьте консоль работать перейдите в папочку откроем внутри этой папочки наш вижу студия код также откройте терминал вижу студия код можете выбрать view терминал если раскрыть папочку серсе то есть source в значит в англое в ангуляре есть концепция регистрации компонентов то есть все компоненты нужно так или иначе где-то зарегистрировать в ангуляре они регистрируются как минимум в модуле в одном из модулей то есть в ангуляре есть один модуль как минимум один модуль он корневой в данном случае наш модуль называется bp модуль и вот здесь нужно будет регистрировать все компоненты обратите внимание здесь уже есть один компонент то есть при добавлении нашего то приложение CLI, то есть пример вообще приложения, которое генерирует CLI, он содержит как минимум один вот такой компонент, app-component. Мы его оставим здесь, он будет у нас такой главный компонент. Обратите внимание, компоненты имеют несколько типов файлов. Самый главный, наверное, компонент это TypeScript, то есть наш непосредственно код TypeScript, и также компонент HTML, то есть это наше представление. Остальные же компоненты, например, SPEC TypeScript, это не что иное, как тесты, юнит-тесты, а, например, в данном случае это SAS, то есть файл стилей. Я удалю тесты, так как они нам не нужны и будут в нашем уроке, и удалю сами стили. Также в файле TypeScript я удалю указатель на стиле, иначе у нас приложение не соберется. Итак, теперь, зная тот факт, что у нас есть один главный компонент, скажем так, назовем его главный компонент, app-component, сюда, например, мы можем добавить, ну, для начала, например, меню, которое у нас есть в нашей верстке. Откроем нашу верстку, вот она, наше меню. Давайте прям перейдем к коду, давайте просто выделим это меню правой кнопкой edit.html, скопируем все, что здесь есть, и вставим в наш файл app-component.ts. Пока что оставим так, конечно, попозже мы вынесем наше меню в отдельный компонент, но пока пускай так. Сохраним. Напомню, что консоль, первая наша консоль, которую мы запускали, приложение все еще работает, и, как видите, оно постоянно слушает изменения наших файлов и компилирует их, перезапуская наш с вами сервер, то есть вот этот вот, lesson3. Обратите внимание, у нас появилось с вами, значит, меню. Теперь давайте добавим наш первый компонент, тот самый компонент страницу, который будет содержать все остальные маленькие компоненты. Для этого перейдем в Visual Studio Code, и теперь давайте сделаем следующее. Напишем команду, напишем команду, которая добавит компоненты. компонент, ng, generate, компонент, добавим папочку Pages, назовем Home, даже назовем HomePage, Components, и наберем Init. То есть наш компонент будет находиться в папочке Pages, также мы выделим ему папочку HomePage, далее у нас будут компоненты, и внутри этих компонентов будет еще одна страница Image. Далее я отключу Spec, то есть чтобы у нас не генерировалось с вами, чтобы не генерировалось с вами, чтобы не генерировалось с вами юнит-тесты, и добавлю флаг тире S для того, чтобы убрать стили, файл стили. Нажму Enter. Обратите внимание, у меня добавилась папочка Pages автоматически, также HomePage, Components и Components.init. Если вы откроете наш корневой модуль, обратите внимание, S CLI автоматически добавила этот компонент Init.Component сюда в Declaration, то есть система автоматически зарегистрировала наш компонент. И нам теперь не нужно думать, то есть не нужно ломать голову, откуда импортнуть, куда как, она все это делает автоматически сама. Так как у нас компонент уже зарегистрирован, мы теперь можем смело перейти вот сюда, значит, в компонент app.component.html и прямо сюда добавить наш с вами, наш с вами только что созданный компонент app.init. Почему я назвал его app.init? Если мы перейдем в TypeScript этого компонента, обратите внимание, у него есть селектор, то есть селектор app.init. Теперь я просто сохраню наше приложение. Обратите внимание, консоль работает и генерирует, то есть собирает, точнее слушает все изменения и собирает наше с вами приложение. Отлично! Наш компонент работает, мы видим его здесь, то есть it works. То есть таким образом вы можете делать что? Вы можете регистрировать множество компонентов сюда в модуле, а потом везде их разбрасывать. Причем можно делать так, то есть, например, внутри модуля вы можете делать другой модуль и тому подобное. То есть до тех пор, пока они у вас все зарегистрированы в одном модуле, они будут друг друга понимать, так как они зарегистрированы в одном модуле. Ну что ж, пока на этом все. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok